Поклонники принца Гарри и Меган Маркель с нетерпением ждут церемонию награждения «Оскар-2022», участие в которой должны были принять герцоги. Очевидно, Гарри и Меган были бы счастливы поучаствовать в церемонии вручения наград такой престижной премии. Однако, кажется, что организаторы решили исключить сосекских из плана мероприятия, чтобы избежать казусных моментов и отрицательных отзывов публики. Об этой новости стало известно после того, как представители сосекских сообщили, что принц Гарри пропустит службу памяти в честь своего деда принца Филиппа. Предполагалось, что герцоги будут вручать награду победителю в номинации «Лучшая женская роль», но теперь участие Меган и Гарри в премии, в целом, стоит под вопросом. Очевидно, что Маркель построила довольно впечатляющую карьеру в киноиндустрии, поэтому было бы абсолютно логично, если бы она вручила приз «Лучшей представительнице прекрасного пола в мире телевидения и кино». Однако многие не учли тот факт, что в этой номинации представлена Кристен Стюарт, сыгравшая принцессу Диану в историческом фильме «Спенсер». У поклонников и критиков нет никаких сомнений, что в этом году «Оскар» возьмет именно Кристен. Но тот факт, что награду будут вручать представители королевской семьи, очень неоднозначен. Кроме того, известно, что принц Гарри абсолютно не в восторге от этого фильма. К слову, вместе со своим братом принцем Уильямом Сосекский в принципе не рад тому, что имя его матери продолжает обсуждаться в таком ключе даже после стольких лет, прошедших со дней ее кончины. Он в потрясении от этого фильма, заявил королевский источник. Стоит отметить, что принц Гарри довольно нейтрально относится к кинопроектам, посвященным истории британской короны. «Мне намного комфортнее смотреть сериал «Корона» от Netflix, чем читать истории о моей семье или жене. Эти истории – абсолютный вымысел для меня, а вы считайте, как хотите. Однако все эти сплетни сообщаются как факты, и по сути я регулярно являюсь новостью. «У меня есть проблемы с восприятием всего того, что пишут обо мне и моей семье», заявил Сосекский в одном из интервью. Деловой тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон по Карибам продолжается. Первой остановкой супругов стал Белиз. Наряды герцогини Кембриджской обсуждают с не меньшей активностью, чем деловую повестку визита королевской четы в страны Карибского бассейна. Кейт восхитила поклонников кружевным нарядом насыщенного синего цвета, когда сходила по трапу самолета в день прилета, а также в очередной раз удивила пользователей сети своим кэжул образом, когда вместе с мужем проходила курс молодого бойца в джунглях. Настало время незыблемой классики, для официального приема в честь платинового юбилея Елизаветы второй Кейт Миддлтон выбрала струящееся блестяще розовое платье в пол от бренда The Vampire Suaive, которое подчеркнуло ее роскошную фигуру. Образ дополнили массивные серьги, клатч с необычным орнаментом и серебристые босоножки. Смотрим и восхищаемся! В минувшее воскресенье принц Уильям и Кейт Миддлтон начали свой тур по странам Карибского бассейна. Герцоги успели побывать на какао-фабрике в Белизии, а также пообщаться с местным народом Гарифуна. Известно, что следующая остановка кембриджских произойдет на Багамах, где супруги примут участие в параде парусных регат в честь платинового юбилея королевы в местном морском клубе. Анна Яйки и герцоги станут участниками музыкального фестиваля, который будет посвящен наследию Боба Марли. Очевидно, что путешествия по таким странам нельзя назвать бюджетным, поэтому королевским поклонникам стало интересно, кто финансирует официальные туры в далекие страны представителям британской короны. По сообщениям Кенсингтонского дворца, все расходы на путешествия делят принимающие страны, а также используется суверенный грант, деньги, предоставленные монархии британским казначейством. Также в финансировании принимает участие Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании. Тема визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон на Ямайку уже освещалась в СМИ еще в прошлом месяце. Спикер канцелярии премьер-министра Великобритании Роберт Морган на специальной пресс-конференции заявил, что Ямайка будет нести ответственность за некоторые расходы, например, за безопасность. Кроме того, Морган сказал, что правительство не оплачивает данный визит. При этом страны Содружества, которые посетят герцоги Кембриджские, Белиз, Ямайка и Багамы, не обязаны брать на себя все расходы, связанные с поездкой к ним членов королевской семьи. Однако многие отметили, что визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Австралию и Новую Зеландию в 2014 году стал серьезным бременем для казны принимающих стран, так как им пришлось покрыть большую часть расходов на эту поездку. Визит обошелся в более чем полмиллиона австралийских долларов. К слову, в эту сумму не входят расходы на личную охрану семьи Кембриджских, которая была задействована в путешествии по этим странам. Предполагается, что тур супругов по странам Карибского бассейна направлен на укрепление положения монархии в данных регионах. Добро пожаловать в лето, так можно охарактеризовать старт официального королевского тура принца Уильяма и Кейт Миддлтон по странам Карибского бассейна. Первый день поездки начался с посещения какао-фермы, находящейся в Белизе. Для этого мероприятия герцогиня выбрала ярко-синее платье миди от Тори Берч со сборками. Главной изюминкой наряда стал цветочный принт, а также туфли на танкетке от Стюарту Ицман Мин и вязаный соломенный клатч от Ани Хендмарч. Стоит отметить, что в этот же день супруги посетили деревню Хопкинс и культурный центр общины Гарифуна в Белизе. Данное место известно изобилием необычной флоры, а также своими гостеприимными жителями. К слову, в этот раз Кембриджская также отдала предпочтение синему цвету, выбрав более классический наряд из кружевной блузы и юбки от Дженни Пакхем. Во время визита на шоколадную фабрику Чейль Мэйн Кокао Фарма Энди Чоколейд Фактори в местечке под названием Майя Сентер Велидж Кейт и Уильям лично понаблюдали над механизмом по обработке какао для изготовления шоколада. То, что вы делаете, выглядит очень легко, восторженно отметила Кейт. Правда, известно, что изначально кембриджские планировали посетить другую какао-ферму, которая располагается рядом с горным хребтом Майя, однако из-за акции протестов, что устроили местные жители, поездка была отменена. Как оказалось, люди были против, чтобы королевская семья использовала футбольное поле для посадки своего вертолета. Планируется, что в понедельник герцоги отправятся в джунгли, а именно в военную часть. Напомним, что принц Уильям некоторое время служил в армии вместе с валлийскими гвардейцами, поэтому ему будет очень интересно данная поездка. Также кембриджские посетят Багамы, где примут участие в параде парусных регат в честь платинового юбилея королевы в местном клубе Нассу. Эти места были очень близки принцу Филиппу, поэтому для супругов будет честью понаблюдать за этим торжеством. Заключительным мероприятием в поездке станет фестиваль «Наследие Боба Марли» на Яйке. Это страны, с которыми у ее величества сложились теплые отношения. Королева совершила многочисленные визиты в эти места в разные времена своего правления, заявил пресс-секретарь Букингемского дворца. Эти поездки послужили источником вдохновения для многих мероприятий, в которых кембриджские поучаствуют во время своего тура, заключил специалист. Кейт Мидлтон и принц Уильям отправились в королевский тур по Центральной Америке, приуроченный к платиновому юбилею Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская тщательно подготовилась к выходу в свет и выглядела, как всегда, неотразимо. Мидлтон продумала свой образ до мелочей. Она появилась на публике в строгом кружевном платье с баской от бренда Дженни Пакхем. Наряд подчеркнул стройную фигуру Кейт и ее осиную талию. Образ дополнили миниатюрный клатч в тон, бархатные лодочки и лаконичные украшения. Герцогиня только на Оскар Кейт потрясающе выглядит. Ей очень идет такой оттенок, у Кейт изящная фигура в этом кружевном платье, Кэтрин не боится ярких тонов. Совсем как Елизавета II, какая же красивая женщина, Уильяму несказанно повезло, восхитились поклонники. В следующее воскресенье на сцену церемонии престижной премии «Оскар» могут выйти Меган Марк или Принц Гарри. Предположительно, они вручат награду победителю в номинации «Лучший фильм». Продюсеры шоу Уилл Пеккер и Шейла Коуэн решили позиционировать появление Гарри и Меган на сцене «Вишенкой на торте», ведь им предстоит поздравить главного триумфатора в финале церемонии. Ожидается, что «Оскар» 2022, на который будут отмечены лучшие фильмы прошлого года, станет полномасштабным возвращением церемонии после двух лет пандемии.